Добрый день, коллеги! Сегодня я хотел бы с вами поделиться приемами разработки, которые сэкономят время и нервы разработчиков. Особенно это актуально на больших конфигурациях типа УТ, ВП или ERP. Давайте опишем суть проблемы. Обычный цикл у разработчиков состоит из нескольких шагов. Во-первых, он модифицирует конфигурацию основную. После этого он закрывает текущий сеанс работы предприятия, обновляет конфигурацию базы данных и запускает в режиме отладки, чтобы посмотреть результаты своих модификаций. Обычно такой цикл занимает от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Итак, суть приема заключается в следующем. Дело в том, что когда разработчик модифицирует конфигурацию, чаще всего модификации подлежат модуле и форму метаданных. Реже всего модифицируются сами метаданные. Поэтому мы можем вынести модифицируемые формы и код во внешнюю обработку. Далее в том же сеансе открывать обработку и смотреть результаты изменения обработки. Далее повторно модифицируется обработка и снова открывать в этом же сеансе работу предприятия. После того как мы ее до конца доотлаживаем механизм, мы смело можем переносить изменения из внешней обработки в основную конфигурацию. И уже только потом один раз повторить цикл. Закрывание предприятия, обновление конфигурации базы данных и заключительное тестирование своих изменений. Давайте рассмотрим приемы разработки на конкретных примерах. Первое это будет у нас обработка или отчет. Второй код общего модуля. Третий код формы. Давайте рассмотрим самый первый, самый простой случай. Это когда нужно нам доработать обработку. Конфигурацию я сам на коленки накидал здесь, данные ввел. Поэтому прошу не придираться. Итак, давайте допустим, у нас конфигурация большая. Мы не хотим повторить этот цикл. В самый простой случай находим обработку, которую нам нужно модифицировать. Нажимаем правой кнопочкой. Сохраним как внешнюю обработку отчета. Сохраняем ее. Открываем. И начинаем модифицировать. Допустим, нам задание поступило по изменению цен товаров. То, что нам нужно не только новую цену устанавливать, а еще и умножительный коэффициент. Давайте коэффициент заведем. Выведем на форму. И изменим алгоритм. Ново цену умножим на коэффициент. Сохраняем. Считаем, что у нас режим предприятия открыт. И просто открываем как внешнюю обработку. Да, действительно. Так, у нас есть, допустим, коэффициент 2. Ку-50. Так, убедимся, что есть товары определенные с определенной ценой. Обновляем цены. Смотрим. Да, действительно. Мы провели обработку к нужному виду. Теперь нам нужно перенести эту обработку в основную конфигурацию. Правой кнопкой щелкаем. Можно вставить внешнюю обработку и отчет. Или сравнить и объединить с внешней обработкой и отчетом. Давайте более, скажем, нежный вариант. Убеждаемся. Все хорошо. И переносим. ОК. Теперь, конечно же, нам нужно закрыть режим предприятия. Обновить конфигурацию базы данных и записать в режиме отладки. И убедиться, что у нас все нормально перенеслось. Давайте установим цены произвольные. И запустим нашу обработку. Цена, допустим, будет 3. Цена 10. Совершенно бесполезные действия, но в нашем случае это не важно. Убеждаемся. Все хорошо. Давайте рассмотрим второй случай, когда нам нужно доработать общий модуль. Допустим, общий модуль серверный. Есть сервер, да? Сложить числа А, Б, В. Нам поступило задание складывать не 3 числа, а 4. Что для этого нужно? Давайте создадим внешнюю обработку. Код общего модуля копируем и вставляем в модуль объекта обработки. Теперь нам нужно протестировать данный метод. Создаем форму, создаем команду, не важно какую. и что мы делаем? Нам, во-первых, нужно получить теперь не общий модуль, а модуль обработки. Давайте так сделаем. Получили. И вызвать, собственно, метод. Сложить числа. Давайте 1 сложим. 2, 3, 4. Правильно? Мы же хотим, чтобы он 4 числа складывал. Давайте упростим. В итоге должно быть 4, да? И сообщим, правильно? Чтобы мы увидели результат. По сути, пишем тест. Так, А, Б, В. Давайте Г назовем. Откроем. И добавим Г. Так, сохраним внешнюю обработку. Назовем обработку. Внешняя обработка 3. Обратите внимание, мы не модифицированы конфигурации основную. И попробуем открыть ее. Да, действительно. Добились нужного результата модифицирования в общий модуль. После этого переносим изменения в общий модуль. Заменяем. И, конечно же, нам нужно протестировать результат. Теперь мы не модуль обработки вызываем, а общий модуль. Давайте вот так сделаем. Сохраняем обработку. Закроем режим предприятия. Обновим конфигурацию базы данных. Запустим режим отладки. И откроем, в принципе, нашу внешнюю обработку. Третья, которая теперь вызывает метод общего модуля. Убеждаемся, что все хорошо перенеслось. И самое интересное, это каким образом мы можем модифицировать модуль формы, допустим, справочника. Что для этого нам понадобится? Каким образом мы можем его модифицировать и отлаживать? То же самое. Создаем внешнюю обработку. Создаем модуль обработки. Размещаем ссылку. на наш справочник товаров. Выносим ссылочку на форму. Желательно используем это сохранение данных. То есть ссылки, чтобы постоянно при переоткрывании у нас не сбивали значения. Так, ну и, в принципе, команда 1 пойдет. Сделаем основной. Так, и знаете, что, не забудем скопировать модуль формы в модуль форму обработки. Форму. Так, сохраним обработку. Теперь нам нужно открыть форму элемента справочника. Но она теперь размещена в обработке внешне. Так, и какой нюанс? Смотрите, если мы напишем открыть форму внешней обработки, да, просто открыть, то будет открываться форма действительно справочника, но нового элемента. Нам нужно не просто нового, а существующего. поэтому мы передадим параметры в открываемую форму с специальным значением. Называется ключ. Ключ, 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 так, ссылка. Теперь у нас будет возможность открыть существующий элемент справочника. Давайте проверим. запустим режим предприятия. Откроем нашу обработку. Так, ну давайте автомобиль. Вуаля! Открывается нужный элемент. Если же у нас будет пустая ссылка, то откроется создание нового элемента. В принципе, тоже вариант. Ну и теперь смотрите. Открываем форму элемента, которая размещена во внешней обработке. производим необходимые доработки. допустим, смотрите. Придумываем себе задание. Производитель, название производителя приводит к верхнему регистру. Для этого в форме перед записью вот что сделаем. Объект. Так. Объект. Производитель. сохраним и откроем в предприятии в том сеансе, которое было уже открыто. а значит, что давайте убедимся, что на данный момент, если мы так сделаем и запишем, то работает старое поведение. Давайте этот же элемент автомобиля откроем. Теперь открылась форма не которая находится в основной конфигурации, а форма которая находится в внешней обработке. Давайте попробуем записать. Обратите внимание, наш код сработал. теперь что давайте наши изменения перенесем в основную конфигурацию. Модуль формы просто копируется, выделяем, копируем, открываем модуль формы, которая находится в основной конфигурации и просто замещаем его. Но не забываем, что у нас еще модифицировалась и форма. У формы есть события перезаписи. то же самое, но придется ручками переносить форму. Я других способов пока не знаю легких. Перед записью. Окей. Теперь закрываем режим предприятия, обновляем конфигурацию базы данных, запускаем режим отладки и проверяем, правильно ли мы все перенесли. Допустим, все правильно, все нормально перенеслось. В заключение хочу сказать, что данный прием осчастливал разработчика, сэкономив его время и тем самым он может больше закрыть часов или развиваться профессионально. Сами выбирайте, что он более приоритетный. Заказчик в итоге платит за эффективное время разработчика, а не за машиновлений. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...